Пожарно-технические обследования Было выявлено более 320 нарушений Далее по результатам привлечено 21 должностное лицо и 26 юридических лиц на общую сумму 1 миллион 300 тысяч тенге Начнем с того, что выявлено более 320 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе капитального характера Такие как отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения Отсутствие в торговых рядах через каждые 30 метров поперечных проходов шириной 1,4 метра Несоблюдение двухметровых проходов между рядами Несоблюдение в 15-метровых расстоянии от блок-контейнеров временных строений до капитальных строений Отсутствие автоматической пожарной сигнализации А также выявление использования газовых баллонов в помещении общественного питания И загромождение путей эвакуации Это основные нарушения, которые встречались во время проведения пожарно-технического исследования Сказали, что в этом году не было проверок, а когда принимается? В каком месяце? Сейчас вы все знаете, в связи с объявлением моратории То есть если субъект попадает под критерии малого-среднего бизнеса То есть мы до 2015 года не имеем права проверить А сейчас барахолка, вот на барахолке стройка идет А в середине уже? Значит, что по нововводимым хочу сказать В данный момент органы противопожарной службы проекты не рассматривают Новостроящиеся объекты не проверяют Конкретно сказать, как они там строятся, мы сейчас не можем Но непосредственно при проверке и приемке в эксплуатацию данных объектов С нарушениями они приниматься не будут уже То есть там будет и по наружному водоснабжению все мероприятия предусмотрены И по внутреннему пожаротрушению, и по сигнализации, и по разрывам То есть сейчас все это взято на жесткий контроль